В конце при явлении Зуброва на майский параллель, я был приглашен на Волску-28, где располагается офис нашего издания, Саратской областной газеты. И в этом офисе меня встретили и настоятельно предложили уйти из... в хорошем, в хорошем, да. Значит, уйти из... хотя договор мой достаточно гибкий, и просто так взять и вольт с меня довольно сложно, мне было совершенно приземленно сказано, что если я не иду по-хорошему, то будет найден способ, чтобы я ушел не в хорошем. Поскольку беседа с согласием всех участвующих в этой беседе записывалась, то это предложение носило вовсе не характер какого-то способа трепа, а абсолютно официальное предложение моих работодателей. Я прекрасно понимаю, откуда исходит идея. Идея исходит с улицы Чевырскийцев, дом 114, это Министерство информации и печати, которое с некоторых пор является учредителем Саратской областной газеты. Я напомню, что с апреля месяца должность Министра информации и печати занимает известный во всем Роман Желез Чучель. Вся кадровая политика газеты завыкается на море. Ни одного человека нельзя переместить в этой газете без участия, без указания, без соучастия, без распоряжения Романа Желез Чучель. Поэтому все разговоры о том, что идея исходит непосредственно от тех, кто меня пригласил, это просто не выдерживает никакой комиссии. Таким образом, расклад довольно понятен. Роман Юрий Чучель считает эти периодические издания своим и не хочет, чтобы я, Роман Эмильевич Аблетман, состоял в штате этого издания. Я проявляю это как грубое злоупотребление в служебном положении, хотя чисто по-человечески я Роман Юрьевичу могу понять даже его отчасти к посочувствию. Я никогда не скрывал, что являлся и являюсь оппонентом партии «Единой России», от которой господин Чучель баллотировался в депутату Госдумы, но поскольку это было не в Саратове, а в Екатеринбурге, где, представься, считали голоса относительно честно, то в депутат он не прошел и несу на хлеба, что был возвращен в родной город, где получил в министерство. Я никогда не скрываю свое, как минимум, скептическое отношение к деятельности области депутатов «Единой России», некоторые из которых впоследствии вошли в голосовое правительство, а один даже сделался непонятным причинам, загадочным причинам, губернаторам в нашей области. Для газеты «Нашей версии», в которой я публикуюсь под псевдом Лев Гурский, мной было написано, как минимум, несколько десятков антипартийных филитонов, я имею в виду конкретную эту партию, где медведь сел, а медведи с не только пор идем в руководитель. Я никогда не скрываю, что относился и отношусь крайне негативно к профессиональным качествам господина Чучелька еще за долгое другое назначение, когда он еще не был министром, близко к его, и к его человеческому качеству. Не скрою, что это назначение я считал симптоматичным для нынешней власти, чрезвычайно позорным для нашей губернии, поскольку личность господина Чучелька, на мой взгляд, является не просто скандальной, а скандальной и одиозной. Это моя точка зрения, но если Роман Георгиевич захочет на меня за эту фразу попадать в суд, я с удовольствием встречусь с ним в суде и пытаюсь доказать, почему я считаю его личность скандальной и одиозной. Еще раз повторяю логику событий. Газета «Саратская областная», которая не строит и никак за последние 10 лет, как Милин, не писала в политике, но именно из этой газеты меня увольняют по политическим соображениям, как мне говорится, потому что их не устроит не мой текст, а конкретно я, как работник от этого. Я понимаю, что Роман Георгиевич хотел бы уволить меня из всех изданий, где я пишу о политике, но поскольку это невозможно, он увольняет меня из издания, в котором я не пишу о политике. Итак, во-первых, на сегодняшний день Роман Георгиевич продолжает получать деньги в «Саратской областной газете». Получал и продолжает получать. Более того, он сейчас находится в отпуске, получил отпускные, и мы, тем не менее, продолжаем ставить эти все материалы. Сегодня, как сказал человек, вышел материал. Вопрос, который сейчас стоит, это то, что мы отказываемся ответить в округе – «Пожиратель книг» и «Вперед к дивану». Я считаю, что это внутреннее дело редакции, и это не значит, что у нас не будет появляться обзоров, книг-обзоров, видео. Кроме Романа Арбетмана, у нас достаточно сильный отдел культуры, я считаю, один из сильнейших «Саратов», работает там и Владимир Ракишин, Ольга Харитонова, Валерия Каминская. Это все известные, думаю, уважаемые люди здесь, поэтому мы сможем как-то заполнить эту лакуну. Я думаю, что никто не может редакцией указывать то, какие рубрики, в каком формате их давать. Второй момент, о котором совсем не был упомянут сейчас, это то, что вопрос о том, что из штатного расписания Романа Юмильевича, может быть, стоит уйти. Он был поднят первый раз не в апреле. Это было задолго до смены власти в области, задолго до прихода Радаева, Чуйченко. Это было еще прошлой осенью, как Роман Юмильевич прекрасно знает. И дело тут не в том, что, да, действительно, в текстной претензии нет, быть не может. Я думаю, в профессионализме, в творчестве Романа Юмильевича мы не сомневаемся, я не сомневаюсь. Вопрос не в политической позиции Романа Юмильевича, вопрос в том, что сейчас у нас действительно есть штатное расписание. И мы его смотрим. Роман Юмильевич не появляется в газете никогда. За последний год мы его не видели ни разу. Кроме вот этих двух рубрик, которые есть в газете, собственно, к изданию Роман Юмильевич не проявляет такого участия. И можно сказать, что это, по сути, работа на штатнике. Вот эти две рубрики. Вот. Поэтому, и да, да, это 3000 рублей, это полставки, может быть, это немного, но почему-то все думают, что сразу как областная газета, она купается в золоте. Это действительно мнение, которое я часто слышу везде. Но действительно не так. И вот эти 3000, которые мы хотели бы добавить одному из журналистов, которые там получают, не намного больше, находясь при этом все время в редакции, выполняя все задания традиционные, которые есть, я думаю, что это было бы правильно. Ну, пожалуй, вот такие моменты. Если что, я могу прокомментировать абсолютно честно. Я думаю, не знаю, считаете ли вы меня каким-то подонком, может быть. Я не знаю, я коллега, я думаю, все... Это никто не считает, нет. Вы не отказываетесь от сотрудничества с Романом Арбитманом? Нет, на данный момент, опять же, мы абсолютно готовы соблюдать законодательство. На данный момент сейчас Роман уменьшит в отпуске. Да, эти рубрики действительно мы в редакции хотим как-то переформатировать. Может быть, отдать их штатным журналистам. Что касается Романа Арбитмана, то есть после того, как он выйдет из отпуска, я думаю, у нас в условиях договора прописано, что 20 часов в неделю он должен работать в Саратовской областной газете. Конечно, были привилегированы условия Романа Арбитмана, и никто на это особо не обращал внимания, но я думаю, что, может быть, мы посмотрим, как мы можем эти часы занять. Так он будет уволен или не будет уволен? Пока нет такого вопроса. А, то есть рубрика, он будет работать, но писать не будет? Нет, сейчас, на данный момент, говорю, мы отказываемся просто обратирую рубрику. То есть будешь приходить в редакцию цветы поливать? Работаешь. Я благодарен присутствующему здесь, так сказать, Алексею. Он понял интересный вопрос. Значит, он говорил, что это... Садитесь, садитесь. Он понял, на самом деле, интересный вопрос. Я, когда, значит, когда меня пригласили на разговор, значит, было сказо действительно, что они уже давно хотели меня уволить. Но как-то все вот так получалось, что вот не получалось. А вот теперь вдруг они решились. То есть они хотели раньше. Вот эта мысль, как бы, у них появлялся раньше. Но никто никогда меня не вызывал и не говорил, Арбитмана, уходи. Но вот сейчас, почему-то, почему-то, после появления в газете Чученко, эта идея, наконец-то, реализовалась. Вызвали и сказали, Арбитмана, уходи. Я понимаю, что в жизни бывали всякие совпадения. Совпадения совершенно какие-то клинические. Но, до того, никто меня не вызывал и не говорил, Арбитмана, уходи. После появления, господи, Чученко на своем месте, вдруг выяснилось, что все мои рубрики никуда не грозятся, что найдутся люди, которые напишут гораздо лучшими. И поэтому, так сказать, и поэтому Арбитмана должен идти. То есть меня сейчас, как я понимаю, из объяснения. Меня не вольнее. Просто убирают те рубрики, которые я пишу. То есть, когда я приду в редакцию, мне скажут, а что ты, собственно, пришел? А что ты будешь писать? Я скажу, ну вот, я умею писать про литературу, про кино. Нет, скажут, нет. Это вот нам не надо. У нас есть люди, которые напишут лучше, чем ты. Они штатные сотрудники, да? Ну, ты пока тоже штатный. Но ты, как бы, вот, так сказать, вот ты подожди. Вот у нас тут нужно обозреть гражданский форум «Единая Россия». Вот ты, пожалуйста, об этом не пишешь. Да я же про культуру, то есть я умею писать про литературу и про кино и про книжки. Нет, ты будешь писать про то, что назначить в рентакции. Я правильно понял? Роман Дмитриевич, а кто по-другому работает у нас? Простите, пожалуйста, то, что вы говорите, это абсолютно непрофессионально. Но как вы не можете понять простую вещь? Я работаю, только я умею писать то, о чем я умею писать. Я не умею писать про политику партии. Мы не можем ему довериться, извините, писать про «Единую Россию»? Когда всех уволят. Я бы даже не писал, если бы мне предложили. Но я бы не сказал, что вы же не будете писать. Вы же не поедете на гражданский форум. Я бы не предложил, может, я бы поехал на гражданский форум. Я даже написал. Я, правда, не уверен, что то, что бы я написал, напечатали бы в «Единую Россию» в «Единую Россию». А меня редакция будет занималась в другом качестве. Я не понимаю, смысл это метаморкоз. Но почему я не могу заниматься литературой кино? А те другие, которые будут вместо меня в газете заниматься литературой кино, они будут как бы заниматься «Единой Россией», если вам хочется.